Вам не кажется, что я сегодня похожа на панночку из ВИА? Так же страшно! Привет всем, кто заглянул! И добро пожаловать на мой канал Наталья Пикник! Сегодня у меня косметическая тема и я хочу протестировать маску от компании БИЙОНТ. Это интенсивная тканевая масочка, которая попала ко мне через коробочку Вандербокс. Просто я решила, что я из этой коробки протестирую все средства и о каждом расскажу отдельно. Так вот, я сейчас прочту, что же нам обещает бренд. Я сейчас буду читать, заикаться, но это не потому, что я плохо читаю или не умею. Это потому, что здесь очень мелкий шрифт. Вот, это мыслимо такое прочитать. Ну так вот, что же нам обещают? Интенсивная тканевая маска. Позволяет добиться мгновенных видимых результатов, не прибегая к услугам салонов красоты. Прополис оказывает интенсивное питание и нормализует обменные процессы в коже, делая ее эластичной и шелковистой. Маска отлично борется с воспалениями и раздражениями, эффективно разглаживая мелкие морщинки. Фитоплацента оказывает мягкое омолаживающее воздействие на кожу. Маска отличается высокой концентрацией фитоплаценты, благодаря чему действует как эффективное, антиоксидантное, лифтинговое, восстанавливающее средство. Отлично укрепляет и увлажняет кожу. Способ применения. Извлеките и расправьте маску, нанесите тканевую основу на очищенную кожу лица и оставьте на 10-20 минут. Удалите маску с кожи и распределите остатки эссенции похлопывающими движениями, что я сейчас и сделаю. Итак, я уже очистила свою кожу при помощи умывалки от Тони Молли. Это тоже корейская умывалка, очень отличная. Очищает до скрипа. Затем провела легкий пилинг. Это крем-пилинг, но там есть абразивные частички, так что он скорее скраб, чем пилинг. И это крем-пилинг от компании Херуда Дерм. Это российская компания. И я пользуюсь этим кремом-пилингом довольно-таки с удовольствием. Теперь маска находится в вот таком пакетике. Вот. Ого! Ого! Она очень влажная. Эссенции здесь не пожалели. Так, где здесь глазки, где здесь ротик? Да. Не отделяется у меня. Ага, здесь я еще слой не разобрала. Так, ну же. Так, это дело такое серьезное. Косметические процедуры это очень, очень серьезное дело. Поэтому шутки, шутки в сторону. Я не знаю, как лицо, но мои руки уже все в этой эссенции. И там тоже уже все омолодилось. Итак, теперь нужно эту маску как-то положить. Ку-ку, товарищи! А, она так пахнет! Она так вкусно пахнет! Ммм, очень-очень приятно. Угу. О, здесь и на шейку попадают. Так. Там, где мои глаза. Интересно, в глаза она не попарет? Боже, какая я буду красивая! Это у меня стул скрипит. Ммм, подбородок у полос. Ну, пока мне все нравится на вкус. Горькая какая-то. Горькая. Я понимаю, что вы слышите кое-кого. Ну, простите. Я не выговариваю букву «Р». Но я стараюсь. Ну, вот. По-моему, по-моему, легла хорошо. Это удивительно, потому что обычно все эти маски на меня большие. А это так легло хорошо. Мне нравится. Теперь мне нужно обязательно лечь на 15 минут в горизонтальное положение, чтобы осуществился лифтинговый эффект. Потому что лифтинг, он должен подтягивать кожу вверх, а под действием очень тяжелой маски на лице кожа опускаются. Поэтому лифтинг невозможен в вертикальном положении. Обязательно нужно принять горизонтальное. Итак, мой релакс закончился. И я вернулась к вам. Сейчас я буду снимать маску. Кстати, маска еще очень мокрая. Так что я спрошу у своего косметолога, можно ли ее использовать еще раз. А как вы относитесь? К использованию повторно такого типа масок. Напишите. Но на всякий случай я ее положу сейчас в пакетик, в котором она была. И в холодильник. И может быть... Кстати, в пакете тоже еще очень много осталось эссенции. Так называемой. Так, что нам сказали сделать? После снятия маски порекомендовали распределить эссенцию по лицу. Похлопывающими движениями. Что я могу сказать? Маска не щипала. Особых ощущений от нее физических не было. Так, на лбу что-то. Ну вот, у нее еще очень много на лице. Есть ощущение напитанности кожи. То есть, такая, знаете, упругость появилась. Видимо, она впиталась хорошо. В принципе, я довольна. Вот еще она, когда совсем высохнет, тогда станет понятно. Немного есть эффект липкости такой. Ну, это не хорошо, не плохо. Ну, надеюсь, я теперь буду без морщин. Даже когда улыбаться буду без морщин. Видимого эффекта может быть и не видно. Но, надеюсь, своей коже я помогла, чем смогла. При помощи этой маски. Вообще-то, мне понравилось, как она пахнет. В первую очередь, это было такое первое впечатление. Вау, какой аромат. Ну, потом этот аромат улетучился. Наверное, я к нему привыкла. Аромат, скорее, аптечный такой. Кстати, у меня после маски, по-моему, пропало красное пятно. Здесь были остаточные явления. Вот на носу у меня красное пятно. Но сейчас я здесь потерла. Может, оно снова возникло. Но, вообще-то, вот я смотрела в зеркало, по-моему, ушло покраснение. То есть, маска, она еще и снимает раздражение на коже. Я считаю, что маски – это одно из самых популярных средств по уходу за кожей. Мы их используем 2-3 раза в неделю. Это оптимальный вариант. Итак, после применения, вернее, тестирования вот этой маски, это маска Бионт с фитоплацентой, интенсивная. Интенсивная – это значит быстрый эффект. Ну, да, я чувствую эффект. Описать я его, конечно, не могу. Но я чувствую упругость, в первую очередь, напитанность кожи. То есть, увлажняющий эффект здесь, по-моему, потрясающий. Мне очень понравился. В общем, пользуйтесь. Если она попадет к вам в руки, пользуйтесь. Хорошая маска. Ничего не могу плохого о ней сказать. Единственное, легкая липкость. Но это, опять же, это нехорошо и неплохо. Это просто такое свойство этой масочки. Видимо, какие-то вещества в ней дают такой эффект. Спасибо, что смотрели. В следующий раз я скажу о солнцезащитном геле от фирмы H.C. Этот гель также находился у меня в коробочке Вандербокс. Так что, если кому-то интересно, то приходите на мой канал и все узнаете. Продолжение следует...